Добрый день, ребята и взрослые! Посмотрите, какая у нас следующая сказка. Сказка про доброго носорога. Вот такое интересное стихотворение придумал Борис Захадер. Жил-был носорог, на других не похожий. Носорог с удивительно тонкой кожей. В джунглях жил, среди хищных зверей. А кожа была у бедняги, действительно. Тоньше бумаги и очень-очень чувствительная. С виду он был носорог носорогом, что говорит о много. Ноги, как тумбы, чудовищная голова, рог на носу. Или даже, кажется, два. Но хорошего носорога не прошибешь и дубины. Он еле-еле мог стерпеть укус комарины. Погладят его против шерсти, и это его огорчает. Таких мелочей носороги, как правило, не замечают. Прут на пролом носороги, не разбирая дороги. Любят топтать и давить, мять и крушить носороги. Кто на пути попадется, не глядя, раздавят лепешку. А этот чудак-носорог не мог раздавить и кошку. Этот чудак-носорог с кожей тонкой разных мышат, лягушат, он обходил стороною. Я, говорит, не могу. Пусть все, как хотят, поступает. Но, по-моему, им неприятно, когда на них наступают. Толстокожие братья стали срамить носорога. Что же? Это же черт знает что. Носорог не дотрога. Вспомни, кто ты такой. Отдумайся, тонкокожий. Ты ведь позоришь не только себя. Весь наш род носорожбы. Ох, отвечает чудак, я с вами, братцы, не спорю. Я просто не знаю, как помочь вашему горю. Я понимаю вас. Я ведь тоже зверь по натуре. Но только я кое-что испытал на собственной шкуре. Тем и окончился спор. И чудак с улыбкою кроткой в чащу лесную ушел своей осторожной походкой. Дружит он с птичкой Калао. С братьями редко встречается. И говоря между нами, не совсем огорчается. Вот такой был носорог. Но это и правильно. Зачем обижать маленьких зверей? Пусть они тоже живут. Всего вам доброго. И ставьте большой палец, если вам понравилось. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok